Всем привет! К Meizu 20, Meizu 20 Pro и Meizu 20 Infinity лично у меня, как у давнего фаната марки, было множество вопросов. Тем не менее, я очень рад, что бренд ожил и выпускает новинки, причем относительно самобытные и с фишечками. Вот у Meizu 21, например, RGB кружочек есть, а еще у него белая рамка. Когда вы в последний раз вообще видели такое, а? Китайской аудитории последние Meizu тоже зашли, только за третий квартал их было продано более 200 тысяч штук, что больше, чем у Nubia, Motorola, ZTE и Asus. Я бы даже сказал, что спрос на Meizu таков, что она приближается к Realme и Samsung в Китае. Я искренне очень рад за бренд. Ненавижу Мишуру. Друзья, Новый год уже практически на носу, осталось не так уж много времени, чтобы обзавестись подарочками для своих родных и близких. Мне нравится вот эта вот новогодняя суета. Мандарины, елка, гирлянды, Мишура. Главное, чтобы подарок, знаете, был без Мишуры. Полезный, стильный, желанный. Ничего лишнего, чтобы. Как смартфон POCO X5J. И сейчас есть отличная возможность приобрести смартфоны POCO со скидкой до 40 процентов. Распродажа на Яндекс Маркете в период с 7 декабря по 14 января 2024 года. Так, друзья, POCO X5 5G на 6 в 128 стоит со скидкой 24 990 рублей, а версия на 8 в 256 стоит 27 990 рублей. Помимо этого красавчика в распродаже участвуют и другие модели POCO. М5, C40, C65. А чтобы покупка подарков не была столь накладным занятием, на Яндекс Маркете можно сплитануть оплату за телефон. То есть разделить платеж на 4 части. Первый платеж спишется в день покупки, остальные 3 через каждые 2 недели. И все это без переплат, комиссий, заполнения анкет и поиска документов. Оформление покупки со сплитом занимает меньше минуты. Пару кликов и телефон ваш. Очень удобно. Короче, если вы хотите порадовать себя и своих близких отличными подарками без всякой лишней Мишуры, то переходите по ссылке и покупайте смартфоны POCO. На распродаже Яндекс Маркета со скидкой по отличной цене. Времени остается не так уж много, так что поторапливайтесь, друзья. Ссылка в описании. Итак, сегодня говорим о Meizu 21. Это своего рода работа над ошибками. Во-первых, компания отказалась от дешевого китайского экрана и применила панель от Самсунга. Причем, друзья, бесшимную панель. Удивительно, Самсунг и не шимит. Во-вторых, под капотом установлен новейший Snapdragon 8 Gen 3. В-третьих, разрешение камеры подняли с 50 до 200 мегапикселей, сохранив оптическую стабилизацию изображения. В-четвертых, компания поработала над внешним видом, сделав все четыре рамки вокруг экрана симметричными. Комплектация хороша. Документация, кабель, зарядка 80 ватт, стилизованная иголка сим, защитная пленка на экране с завода и простой силиконовый кейс. Он, конечно, защищает торцы, имеет бортики над экраном и вокруг блока камер тоже немножко возвышается. Но ощущается такой чехол сверх дешево и кнопки в нем туго нажимаются. У Meizu в Китае вообще есть собственный бренд аксессуаров Pandaier и под ним выпускаются классные чехлы для 21 модели. Если будете заказывать Meizu 21 в гаджет-лавке, где взял его я, попросите у них привезти и несколько фирменных чехольчиков. Они реально классные. Ссылка на лавку в описании. Ребята знают толк в экзотике. От фирменного блока телефон заряжается чуть более чем за 40 минут. Приемлемо. Вообще сам блок на 80 ватт, по технологии Meizu Supercharge работает, а по протоколу PD30 тянет 65 ватт. По дизайну Meizu 21 больше всего напоминает Samsung. И вообще китайцы шутят и говорят, что Meizu 21 это больший Samsung, чем Samsung S23. У Meizu 21 дизайн, собственно экран, все четыре камеры спереди и сзади, память, накопитель от Samsung. Спасибо, что не на Exynos, бог отвел, как говорится. Но это сзади он Samsung, а спереди чистый породистый Meizu вообще-то. Чистокровный я бы даже сказал, особенно в белом цвете. Есть еще зеленый, фиолетовый и черный. Белая рамка применяется Meizu с моделей MX-2. И со слов компании, сделать ее у Meizu 21 было нетривиальной задачей вообще-то. Если на нанесение других цветов, вот спереди, требуется лишь два процесса, то в случае с белым целых семь, что повышает брак на четверть. Ну, со слов компании опять-таки. Кроме того, из-за небольшой ширины рамки компания не смогла использовать обычную краску и применила автомобильную, чтобы добиться нужного белого оттенка и сопротивления ультрафиолету. Я резюмирую. Брать Meizu 21 не в белом цвете – фатальная ошибка. Уникальный, знаковый и элегантный. Белый – это элегантность. Рамки вокруг экрана всего 1,74 мм и по замерам наших китайских коллег они меньше, чем iPhone 15 Pro и Xiaomi 14. Да и сама Meizu стебала Xiaomi за то, что Meizu рамка 1,74 мм меньше, чем Xiaomi рамка в 1,71 мм у Xiaomi 14. Вот такое вот интересное противостояние компаний на китайском рынке. Стебут друг друга веселятся. На потеху нам. Компания особенно гордится технологией изготовления металлической рамки на новых станках ЧПУ и точностью обработки своих стекол. Прикалываются, типа, если раньше они ездили на завод со штангенциркулем, чтобы проверить зазоры, то теперь берут с собой бумажный листочек А4, чтобы он ни в какую щель здесь не пролез. И действительно, собран Meizu 21 идеально. Щелей нет, что особенно бросалось бы в глаза на вот такой белой расцветке. Вообще, одно из первых, на что я обратил внимание, взяв девайс в руки, это его вибрация. Компания, конечно, сказала на своей презентации, что тут лютый линейный вибромоторчик M-Engine Ultra площадью 602 квадратных миллиметра в несколько раз больше, чем у Xiaomi 14. Но я не воспринял ее слова всерьез. Короче, тут пипец какой мощный моторчик. Он, мне кажется, легко бы мог применяться в игрушках для взрослых. Причем эти игрушки стояли бы где-то на полках для уже опытных и искушенных, не для новичков. Я, признаться, даже слегка уменьшил силу вибрации в этом телефоне, потому что мне показалось она как бы избыточной. Сценария уже, где вибромоторчик как-то себя проявляет, в общей сложности в системе уже более пяти сотен. Кроме того, он задействуется и в играх, в Бравл Старс, в Тактикул, например. Это добавляет ощущений. Стереодинамики тут формата полуторка. Мультимедийному помогает разговорный динамик. Над ними компания тоже поколдовала. И звучат они не, в пример, лучше Vivo X100 Pro, который не отличается басами, и Xiaomi 14, что звучит мутно и гулко на фоне Mi S21. А еще крышка не вибрирует, за что отдельный респект. Послушаем. Почему-то звучание меняется вертикально или горизонтально. Но играет хорошо, крышка не вибрирует. Смотрите, какой элегантный белый. Цвет элегантности. Также выразить уважение марки я хочу за ультразвуковой дактилоскоп, что является большой редкостью даже среди очень дорогих флагманов. А тут... Надь, пожалуйста. Очень быстрые, мгновенные, можно сказать, 0,075 секунды. Вот столько уходит на то, чтобы разблокировать устройство. Прикоснулся, а он уже все. Вот так вот. Фишкой телефона стало умное кольцо AISI. Оно уведомляет пользователей о звонках и уведомлениях, денежных переводах, активации голосового ассистента, а также других процессах. Например, иллюстрирует ход заряда. А когда экран выключен и ты регулируешь громкость, это колечко показывает уровень громкости, собственно. При воспроизведении музыки в ряде китайских приложений колечко пульсирует. С Яндекс.Музыкой, правда, такой фокус, увы, не работает. А еще это кольцо загорается синим, когда ты входишь в игру, вот как сейчас. И, разумеется, кольцо может играть роль фонарика и вспышки. Вообще, что за страсть такая у Meizu к кольцам? Эта страсть идет корнями туда, в историю, потому что фанаты помнят настоящее, что у Meizu MX2, MX3 и MX4 под экраном находилась сенсорная кнопка управления в виде колечка. Вот оттуда ноги и растут, друзья. А еще Олды пустят скупую слезу по разделу исторической темы Flyme, где вы можете получить оформление интерфейса от Flyme 1 по Flyme 9. Тут же применяется Flyme 10.5 на Android 14. За время тестирования мне, кстати, не встретилось ни одного бага. Система шустрая, отзывчивая и плавная, хотя у Meizu 20 все было несколько иначе. Видно, что работа на прошивке кипит, и ребята не сидят без дела, и это замечательно. Из интересности. Есть поддержка PC-Link, это связь с ПК через веб-приложение. Для связи между устройствами нужно быть в одной сети Wi-Fi, перейти на ПК по указанной ссылке, далее сканировать QR-код телефоном и все. Работает шустро, синхронизирует, дает доступ к медиа, файловой системе, кстати говоря, буферу обмена, трансферу файлов и удаленному контролю смартфона. Пока только на китайском это приложение для Meizu, но хватает один раз все перевести, чтобы понять, какой раздел за что отвечает. Для галереи на презентации пообещали кучу всяких ИИ-функций, типа стирания объектов, дорисовывания пейзажей, поиска фото по описанию и даже генерирования портретов по одной селфи. Но на текущей прошивке я ничего такого не увидел почему-то. Стандарт USB тут 2.0, и при подключении к ТВ по проводу ничего не происходит. Галочка Force Desktop Mode в настройках разработчика не помогла. То есть, прям как Pixel 8, не может по проводу работать с ТВ. Присутствуют сдержанные возможности по кастомизации локскрина. Ну, несколько виджетов, изменения цвета и шрифта часов. Правда, погода в Томске не определяется, поэтому фирменные погодные виджеты от самой Meizu для меня оказались бесполезны. Буквально здесь никакой информации, где погода на локскрине просто нет. А можно ли использовать телефон в России? Можно, друзья, по крайней мере, я могу без проблем, как и текущие владельцы моих Meizu 20, Meizu 20 Pro и Meizu 20 Infinity, что я продал на Авито. Да, у этих телефонов есть живые пользователи, живые владельцы. Если они меня смотрят, то привет. Из бендов 4G здесь есть 1, 3, 7, 8, но нет 20-го. Русский язык тут частичный. Я прописал Ruru через SetEdit, переведена галерея, камера переведена, некоторые пункты настроек, но по ощущениям телефон остается английским где-то на 95%. Но главная заслуга Ruru в SetEdit в чем? В том, что все приложения, что вы будете после этого ставить из плеймаркета, будут ставиться на русском языке. И в этом плане все замечательно. Про экран давайте еще поговорим. Тут применяется панель Samsung AMOLED E6 с высокой частотой шима 1920 Гц. Опции DC Dimming я нигде не нашел, но она ему и не нужна, так как коэффициент пульсации находится в очень адекватных пределах на всем диапазоне яркости. На полной яркости шим менее 4%, друзья, и вырастает при понижении яркости где-то до 15%. Шок вообще. Вот Samsung, ты что, не можешь такие вот панели у себя применять? Зачем ты мучаешь своих фанатов? Meizu вот не мучает. При первом включении дисплей показался мне не таким сочным, как у других брендов. Оказалось, что по умолчанию работает натуральный цветовой режим. Если вы любите краски посочнее, то включите насыщенный режим. Я вот привык уже к натуральному, и меня он устраивает. Мне теперь кажется, что другие слишком какие-то ядерные. А с яркостью компания не выпендривалась и не стала щеголять на презентации великими тысячами нит на маленьком ярком пятне, как это вот Xiaomi, OnePlus, что-то вот тряслись своими вот этими нитами, которые не подтвердились потом. В помещении этот телефон Meizu 21 ярче, чем Xiaomi 14. И я еще скажу так, под ярким светом он тоже ярче, чем Xiaomi 14. Вот так вот. Хотя здесь всего обещает 1800 нит. Тач в интерфейсе 120 Гц, а в играх при добавлении их в игровой раздел 400 Гц. Частота обновления динамическая 60-120 Гц при выборе вот 120 Гц. Но в играх я не видел выше 60 Гц, хотя выставлено здесь 120. Не спешите списывать телефон со счетов, как игровое решение. Дело в том, что в разделе для разработчиков есть пункт Enforce the Disabling of Dynamic Refresh Rates. То есть принудительное выключение динамической частоты при проставлении галочки. И везде у вас после этого будет 120 Гц, включая игры. Ставите галочки, везде 120. Правда, опускаться в простое после этого частота уже не будет до 60 Гц. Ну и ладно. Я пользовался этим телефоном в постоянные 120 Гц и никакого аномального жора батареи не ощутил, не заметил. Ставим 120 и везде у нас будет 120. Замечательно, замечательно. Также в разделе для разработчиков есть величественные дебаг-инструменты. Там можно вывести кучу разной полезной информации, включая текущий FPS, режим частоты экрана, температуру платы. Очень скоро мы воспользуемся ими, когда игры будем показывать. Железоустройство это Snapdragon 8 Gen 3 и быстрая память о ЗУ и ПЗУ. На презентации Meizu много говорила об охлаждении, оптимизации памяти и ресурсов, что должно дать стабильный FPS в играх. Практика показала, что верить в красивые слова нельзя, даже если это Meizu. Надо проверять. И мы проверили. Перед вами сейчас графики троттлинга CPU 100 потоков в 30 минут в стандартном режиме питания и производительном. Телефон лежал спинкой на столе. Среднее значение в гипсах составило в районе 400. Это отличный показатель. И мне стало интересно, а что будет, если поставить его вертикально, вот так он может стоять, потому что торец плоский, и прогнать его в течение часа. Результат итоговый оказался еще стабильнее. Я удивлен. И приятно шокирован. Я люблю быть приятно шокированным. В тесте 3DMark Wildlife Stress Test я тоже сделал два прогона в режимах баланса производительности. Велика разница, опять не увидел между ними. Получается, можно в баланс играть. Но зафиксировал, что троттлинг составил в районе 35%, что сравнимо с IQ 12 и меньше, чем у Xiaomi 14. Отмечу, что все телефоны на Snapdragon 8 Gen 3, что у меня вот сейчас на руках, ощутимо греются. И все они в тесте 3DMark по температуре выбегают за 50 градусов. И Meizu не стал исключением. Но в играх таких экстремальных температур я ни у одного на Snapdragon 8 Gen 3 пока не зафиксировал. Итак, друзья, Ханкай Стар Рейл с максимальной графикой. Температура платы сейчас 35 градусов. А FPS нестабильный, тем не менее. 40-45 я вижу. В игровом разделе ни черта здесь нет интересного. Предлагаю прогреть его 20 минут и посмотреть, что произойдет. Но вот эти просадки меня, честно говоря, смущают что-то. Итак, 25 минут спустя, температура дисплея 45 градусов. На максимум, да, на пике. С обратной стороны. 45, 44, 42, 40. Нормально. Но, друзья, меня немного смущает поведение телефона в этой игре. Такое ощущение, что он занимается дорисовкой кадров. ФПС очень хороший, смотрите, там 45, 40, да. Но в то же время, вот как это выглядит, мне не нравится. Такое ощущение, что это история а-ля Samsung, там, с игровыми его сервисами. Во время боя до 60, и хорошо. Но с рывками какими-то, опять-таки. Что за рывки, непонятно, откуда они могли взяться. По графикам все здорово. ФПС, в принципе, высокий, хороший. Вот я даже смотрю, как она бежит, вот этот персонаж, с ушками. И ушки будто бы трясутся, двоятся. Что-то не так. Давайте попробую убрать эту игру из игрового раздела. То есть, вообще, уберем ее оттуда. Ну, выключим, собственно, игровой режим. И посмотрим, что произойдет. Слушайте, а стало лучше. Вроде бы. Но нет, опять что-то вернулось. Так, ну-ка. 40 фпс. Свернул. И развернул. Так. Все хорошо, хорошо, хорошо. 60 фпс. 60 фпс у нас. Да. Но вот 40. Опять становится и подергивание. Нет, тут явно какая-то штука замешана, которая принудительно гасит производительность в игре. Однозначно. То есть, это какая-то софтовая тема. Потому что железо, оно вывозит на полный 60. Но в игре я не вижу. Поменяем режим питания на производительность. Посмотрим, как будут обстоят дела с ним. Вот опять вроде все хорошо. Все здорово, 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 здорово. Так, пока все хорошо. Неужели дело в режиме питания? Вообще замечательно идет. Так, ну-ка. А если я возвращаю? Ставлю баланс. Появляются рывки. Фпс, смотрите, стал 40. 40 с рывками. Так, еще раз. Режим питания производительный. Так. Но нет. Опять какие-то подергивания. Непонятно. Походу троттлинг. Но интересно, как ведет себя гена. Итак, увидев непонятную ситуацию в Ханкай Стар Рейл, я запустил игру от тех же разработчиков Genshin Impact. Увидел здесь до 60 фпс. И никаких подлагиваний такого рода, как там, я не наблюдаю. То есть, идет очень плавно, очень хорошо. Прямо замечательно. Для демонстрации. Переключаясь на Ханкай, сразу на живую в реальном времени. И видим вот это вот подергивание. То есть, игра идет неплавная. Игра идет с натяжкой какой-то. Возвращаясь в гену. И тут все прекрасно. Удивительно, да? Либо Ханкай какая-то ерунда. Либо в гене есть какая-то особая оптимизация. Но, по крайней мере, идет вот гена на Амейс 21 великолепно. Прямо шикарно. Замечательно. Мне, в пример, лучше того, что я видел у Ханкая. Блин, классно. Отзывчиво очень. И возвращаюсь в Ханкай. Еще раз. Ну вот. Бегу. Тормоза какие-то. Друзья, запустил Polywar. Оценивайте громкость динамиков. И излишняя. Да. И вибрация очень мощная. Так. Здесь никаких подергиваний нет. То есть, я запустил сразу после Гена, после Ханкая Polywar. И идет шикарно без вот этих вот рывков. Делаю вывод, что, ну, с Ханкаем просто какая-то непонятная история. Поэтому не напрягаемся. Ждем оптимизации. И все. Так-то железо отличное. Стерео, быстрый тач. Приколов быть не должно. War Thunder. Максимальная графика. 120 фпс. И высокая трассировка лучей. Трассировку телефон вряд ли вывезет. Да. 25-30 фпс. Нет. Такое нам не нравится. Играть сложно. Со средней трассировкой. О, уже 60. Хорошо. И нет подергиваний. Я делаю вывод, что проблема в Ханкае. Потому что и на IQ12. Там тоже какие-то странности были. Ну, покажу в обзоре IQ12. Посмотрите на геймплей, как там выглядит. Тут все хорошо. Замечательно. И в играх, которые поддерживают высокий фпс, у вас будут высокий фпс. Нет, трассировку вообще выключу. Опять меня убили, что ли, с первого раза? Ё-моё. Ну, невозможно в ней играть вообще. Зачем показывать ее тогда вам? Если она всегда убивает с первого раза. Что это вообще за тачка была? Дичь какая-то. Но важно понимать, друзья, что игровой опыт на смартфонах выходит далеко за пределы попугаев в тестах. Особенно на Antutu. Да, что эти попугаи говорят? Ничего они не говорят. Вот есть, например, Xiaomi 14. У него по бенчмаркам все неплохо. В Antutu так вообще какие-то заоблачные цифры там компания показывала на презентации. Но Xiaomi 14 от нагрева сильно скидывает яркость и ставит лог частоты обновления на 60 Гц. То есть в игровых сессиях в долгую вы не увидите ни 90, ни 120 фпс в ваших любимых игрушках. Потому что там будет максимум 60. У Meizu 21, как у iQ12, к слову, таких приколов нет. Яркость остается хорошей. Лог частоты не происходит. Теперь про камеру, друзья. Вы, наверное, заметили, что Meizu до сего момента повествования не особо-то экономила на телефоне. Экран, рамки, колечко RGB, топовое железо, самый большой в индустрии вибромотор, стерео, материалы. Но чуда не бывает, и где-то бренд должен был сохранить копеечку. Выбор пал на камеры. Здесь три модуля сзади. Основа на 200 мегапикселей с автостабом. Ширик на 13 мегапикселей с автофокусом. 5-мегапиксельный сенсор глубинный. Зума вообще нет. И Meizu предполагает, что вам будет достаточно кропа с 200-мегапиксельной основы. У Google, кстати, точно такая же логика для модели Pixel 8. Короче, мы взяли Meizu 21, Xiaomi 14, iQ12 и пошли снимать. Это селфи-камера. Слева всегда будет iQ12, по центру всегда будет Meizu 21 и справа всегда будет Xiaomi 14. Запомните, друзья. Смотрю на фотки и понимаю, что у Meizu лицо самое красное, но здесь на самом деле сложно сказать, как было в реальности. Потому что в реальности на улице было минус 33. Диман страдал за вас. Но мне кажется, самое нереалистичное как раз таки вот у Xiaomi 14. Фотография на ультраширик. У Meizu внезапно наилучший динамический диапазон, но в то же время, мне кажется, он ошибся с балансом белого. Какая-то синева прям везде. И по деталям у Meizu дела обстоят хуже, чем у остальных. Лучшая фотография, мне кажется, на ширике у iQ, но с DD, конечно, он сплошал. Это основная камера с той же самой точки. И опять посмотрите, наилучший DD у кого? У Meizu. А наихудший у iQ. Почему так? Непонятно. Здесь уже вблизи у Meizu появляются какие-то детали, да. Но мы видим, что шумодав у него вообще ни разу не агрессивный. А вот у iQ он очень агрессивный. Фотография становится похожа на акварельную. Фотография на основную камеру вблизи. Довольно близко. Фокус, конечно, в разные точки немножко попал. Но хочу так сказать, что на все телефоны можно делать такие планы. Хотя вот в iQ я вижу, что фотография самая шумная почему-то получилась. Обратите внимание, шумов очень много вот в боке. Прям многовастенько. Еще один ультраширик. Навел и снял. И здесь необоруженным глазом видно, что, конечно, Meizu. Совсем не хватает звезд с неба на этом модуле. Ну, совсем прям плохонько. Двукратный цифровой зум. Meizu говорит, что у них 200-мегапиксельная матрица. Вообще, ну, ура, отрабатывает сюжеты дальние. Там вплоть до 4Х у вас будет все замечательно. Но мы видим, что даже на двойке посыпалась камера. И выдает результат, который намного хуже, чем у других ребят, где сенсор 50 мегапикселей вообще-то. Фотография на основную камеру в кафешке. Значит, портретный у нас сюжет. Снимаем человека. И что мы видим? Мы видим, что по ДД Meizu не справился. Xiaomi на полкарасика справился. Айкушка смог. Meizu. Xiaomi, что случилось? Ну, ладно, к Meizu, в принципе, вопросов нет. Они особо там никуда не дергались, не рыпались. Но Xiaomi, ты-то что, скакала там на iPhone на презентации, говорил, что у тебя камера лучше? Да ты недалеко от Meizu ушла. С той же самой точки двукратный цифровой зум. И здесь мы видим, что Meizu опять не смогла. Где 200 мегапикселей? Алло, что он тебя не задействуется? Вообще никак. Айку классно снял по деталям, я вижу. Но, мне кажется, цвет кожи какой-то апельсиновый очень сильно. У Meizu, кстати, тоже апельсин получился. У Xiaomi, кстати, реабилитировалась, да? Моделька-то. Неплохо получился кадр. Неплохо. Здесь я за Xiaomi. Ближний план на основную камеру. Посмотрим на бакешечку. Она такая красивая, кстати, у всех тут вот. Нет, не у всех красивая. У Твайку мне нравятся кружочки классные. У Meizu нравится. У Xiaomi мне не нравятся кружочки. Они какие-то не классненькие, не творческие. Ультраширик в помещении. Веселое настроение. Новогоднее. Все радуются, да? Условия были очень сложными. Там было темно. И здесь, ближе к правде, оказался Xiaomi 14. Телефон-то начинает реабилитироваться. Прямо на глазах, друзья. Ультраширик. Старая тачка Ford. Прикольная. Прикольная. По DD все плохо у IQ. И вообще фотография очень искусственно смотрится. Meizu и Xiaomi крайне близко сфотографировали. У Meizu шумов много. У Xiaomi шумодав. Агрессивно все отработал. Фотография на двукратном цифровом зуме. Приближаем и понимаем, что? Что Meizu не может даже в двушку. Так, как остальные. Ну вот что? Куда это годится вообще? Ну, деталей нету фары. Абсолютно тот же самый номер. Смотрите, он без объема. Ну, такой себе. Не нравится. Олень тоже мутный какой-то. Мутный олень. Мы не любим мутных. Так, это фотка на основную камеру. Цвет абсолютно неправильный. У IQ все какое-то розовое, апельсиновое, мандариновое. Нет, такой оттенок нам не нравится. Оттенок ближе всего у Meizu. К реальности был. По деталям посмотрим. Давайте. Ну, Данечка что-то здесь рыжий стал у IQ-шки. У Xiaomi Meizu близко. У Xiaomi нарисованные усы. Шмода поработала. Ну, конкретно в этом сюжете я даю предпочтение Meizu. А теперь у нас сложные условия на основную камеру. Навел и снял. Я понимаю, что у IQ-шки в данном сюжете наивысшая детализация и наилучший динамический диапазон. Между Meizu и Xiaomi давайте определим, кто худший. Сложно. Очень сложно. У Xiaomi здесь вместо вывески какие-то червячки. То же самое с кирпичиками. Все будто бы из видеоигры. Смотрите, будто бы пиксели из игры. Реальная текстура какая-то такая. Фотка с зумом. У IQ баланс белого мне нравится больше всего. Динамический диапазон тоже больше всего. У Xiaomi кривой баланс белого. ДД более-менее. Но баланс белого ужасный. Смотрите, просто обоссанная вывеска. Такое никуда не годится. Вот еще одна фотка с двукратным цифровым зумом. И опять-таки Meizu какой-то мутный. Ну, как это? Блин, даже обидно. Ультраширик. Это наш местный томский каток. Очень красиво оформлен. У Meizu... Блин. Ну, что за каша, ё-моё. У Xiaomi получше. Но лучше всех IQ. И по балансу белого. И в целом вот по фотографии. Вот как смотришь. IQ победитель. Китайские фонарики на основную камеру. О, Xiaomi не смог. Ты чё? Это ж твоя родина. Не, не смог, смотрите. Пережженка. У IQ классно. У Meizu тоже классно. Ну, по текстуре чём. Видна ткань вот даже у IQ. А это в целом рассматривать. Ну, на первом месте IQ, на втором Meizu, на третьем Xiaomi. Фонарик на зуме. Здесь с цветом какая-то беда произошла у IQ. Фонарик стал розовым внезапно. Но приобрёл красноту у Xiaomi. Неплохо. Но, блин, все три фотографии плохие. Фотка на зуме ёлочки со звездой. О, здесь тоже, знаете. IQ походу всех победил. Так сказать, нагнул. Да? Meizu плоховатенько. Но на фоне Xiaomi это шедевр. Чё за Xiaomi? Чё за фотка вообще такая? Что такое? Всё пересвечено к пигам. Ужасно. Катина уличная фотография. Смотрим. Опять было холодно. Окей. IQ опять зажелтел. У него чё-то бывает такое. Чё-то жёлтенькое. По балансу белого лучше всего справился Meizu. По динамическому диапазону все относительно неплохо. Краткое резюме по фото. Ширик однозначно слаб у Meizu 21. Хотя и не всегда хуже. Удивительно. А однозначного лидера, который всегда бы тащил на основной камере, в этом трио нет. Что, мне кажется, является большим комплиментом для Meizu. В отличие от Xiaomi, которая обещала, что 14 нагибает всех и вся, Meizu была крайне сдержана в оценках фотовозможности своего устройства. И даже сравнения с iPhone не проводила. Представляете на презентации. Она не говорила, что Meizu 21 лучше, чем iPhone. Где такое видо? На Xiaomi говорила. Но в итоге мы видим, что можно вполне себе иногда выделять и Meizu 21, как телефон, который выдал лучший результат из этих трех. 4К60 премьер-видео. Привет. Хей. Люпи. Мы тут вообще сборку компа осуществляем. Именно так компы и собирают. Такой рум-тур небольшой для вас. Помещение. Так, пробс уже поставили. Подсветочка. Что за конструкция? Новый фен Байсон. Отлично. Катя, иди сюда, проверь качество. Пример видео на фронталке. Meizu пишет 4К60, а IQ пишет Full HD 30. Да, вот так это выглядит. Денис, куда ты убежал? Куда убежал. Расскажи, что ты собираешься делать здесь? Работать? Я, кстати, половину рта не чувствую. Где? Вот здесь? Нет, с другой стороны. Стоматология пришла. О, DD. DD-шечка. Похоже. Вот так. Звук оценивать главное надо, да? Саба, картинка. Что за бацилла там вообще? Параллельная съемка Xiaomi 14 и Meizu 21. Лечил зуб, поэтому с дикцией могут быть проблемы. Так, это ширик. 4К30. Это основа Meizu. Сейчас я докручу полосочку. Это не очень удобно. Вот все, основа там и там сейчас. Та-дам-та-дам. Оцениватель звук. Цвет передачи, стабилизацию. В общем, все как в чем. Meizu каких-то заоблачных видеовозможностей не обещала. Xiaomi похмасталась. Вот как в сравнении с Meizu. Так, а это ширик сейчас. Там, вот там. Токсировочку давайте попробуем где-нибудь. На чем, на чем. Давайте дерево. Ширик, ширик. Так, у Meizu с автофокусом ширик. У Xiaomi нет. Ну, теперь основа. Вот основа там и там. Чик. Чик. Ну, такие дела. Выводы, друзья. Meizu молодец. После 20, 20 Pro и 20 Infinity видно, что компания действительно провела работу над ошибками и многое переработала в устройстве. Meizu 21 это один из самых доступных телефонов сейчас, вот прям сейчас. Со Snapdragon 8 Gen 3. Дешевле только Redmi K70 Pro и Realme GT 5 Pro. Но на многих компонентах компания, вопреки рыночным трендам, не стала экономить. Да, камера тут оказалась не в центре внимания, хотя ее результатов будет достаточно большинству пользователей, мне кажется. Зато Meizu потратилась на классное, мощное вибро, динамики, экран Samsung без шима, дизайн, не стала применять пластик и завезла сюда ультразвуковой сканер пальца. Чего нет даже у Vivo X100 Pro, например, да? Добавляем сюда быстрый тач и классно реализованный Snapdragon 8 Gen 3 без приколов лока FPS и сбрасывания яркости. И получаем действительно сбалансированный смартфон, мне кажется, для молодежи и не только. Понятно, что для большинства зрителей Meizu 21 это такая непонятная экзотика, без толковой локализации, со своеобразной системой Flyme. Но фанатам марки я даю зеленый свет на рассмотрение этого устройства. И сразу даю наводку, где можно купить. В гаджет, лавке, ссылка в описании. А ведь в работе еще находится Meizu 21 Pro. Ему прочь перескопный зум, 100-ваттную проводную зарядку, 50-ваттную беспроводную зарядку, а также 2К-экран. Надеюсь, что тоже без шима. Что ж, Meizu здорово и живет, поэтому меняем лозунг. Meizu радуй! Пишите, друзья, что вы думаете об этом телефоне. С вами был Евгений, мой был Telephone.ru. Пока-пока, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok